Однако, с каждым днём она обрастает оргвыводами. Оргвыводов всё больше. Похоже, американская политика настолько нуждается в новом мировом пугале, что там готовы похоронить даже самые основополагающие ценности цивилизованного рынка и либеральной американской экономической идеологии. Недаром на слушание в Вашингтон отправилась наша делегация болельщиков во главе с коммунистами. Они уж точно рассчитывают услышать там то, что не мечтали уже давно услышать дома. Однако, здравствуйте. Начались слушания про нас в Американском Сенатском Комитете. Никаких фактов, результатов расследований, счетов, номеров пока никто не услышал. Кстати, Геннадий Андреевич тут жаловался, что, мол, замалчивают, что в Америке находится большая делегация, дунская, во главе с коммунистами. Не молчи мы, не можем молчать. Мы поздравляем Американский Сенат с делегацией зюгановских единомышленников. Наконец-то слились в экстазе. Вместо фактов пока на слушаниях звучат интересные истории из нашей жизни. Бывший директор ЦРУ Том Вулси выступил в роли актера оригинального жанра. Если, говорит бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, вы встретили русского в ресторане отеля «Люкс» на берегу Женевского озера, и он носит костюм за 3000 долларов и ботинки от Гуччи, и говорит, что является руководителем фирмы и хочет обсудить с вами совместный проект, то имеется четыре возможности. Он может в самом деле быть тем, кем представляется. Он может быть сотрудником российских разведслужб, использующих коммерческую крышу. Он может быть членом российской криминальной группировки. Но самое интересное, он может представлять все три варианта вместе, и ни одна из представляемых им структур не будет испытывать детруднений в восстановлении деловых отношений с вами. Верно, однако, подмечено. Понимает ЦРУшник наши реалии. Однако, если на самом деле он на таком уровне представлял доклады в Белый дом, тогда можно понять, откуда взялся некий романтический идиотизм в суждениях американских чиновников по российским делам. Однако, хуже другое. В связи с Россией, а может и не в связи с Россией, мы видим все признаки разложения фундаментальной идеологии в том, что считалось американскими либеральными ценностями. Это паника, причем беспричинная, сытых, зажравшихся недоучек, которые забыли или никогда не понимали, на чем построены их богатство и сытость. Требование Центробанка об обязательной стопроцентной предоплате импортных контрактов, которое предполагалось ранее отменить с 30 сентября, будет сохранено. Таким образом, скандал с Бэнков Нью-Йорк пошел на пользу России, и международные организации, напуганные утечкой капитала из страны, соглашаются на достаточно жесткий контроль, в частности, в виде депонирования рублевых средств. ЦБ договорился с МВФ не отменять данное требование, несмотря на то, что ранее фонд настаивал на обратном. Международные чиновники согласились с доводом ЦБ, что обязательное депонирование является препятствием для утечки капитала за рубеж под видом фиктивных контрактов на импорт тех или иных товаров. Это уже не наша проблема. Это проблема современного мирового экономического порядка. Со дня своего основания задачей МВФ, других институтов финансовой системы, было именно обеспечить свободное движение капиталов и товаров. Чем дальше, тем больше МВФ мешал свободному движению капиталов и товаров. Силам свободного рынка, уродуя их своим дурацким регулированием. Давно говорили, что МВФ давил на те страны, которые сопротивлялись навязыванию им там разных форм цивилизованного, так сказать, государственного регулирования. Вот то, что сейчас делается, означает, что МВФ и сам, и под давлением администрации США становится препятствием на пути свободного рынка, на пути свободного движения капитала, основным источником мировых финансовых диспропорций и организатором глобальных экономических кризисов. Брать деньги, помощь в такой структуре не просто противно, это еще очень опасно для жизни национальной экономики. Как сообщил министр финансов США Лоренс Саммерс, на слушаниях в Конгрессе уже на этой неделе администрация предложит национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег. Стратегия будет включать американские санкции в отношении иностранных государств, их официальных представителей, если они с точки зрения Вашингтона недостаточно активно участвуют в международных мерах против отмывания денег. О чем, собственно, говорит этот творец нового мирового порядка? А просто о том, что юрисдикция США теперь распространяется на те страны и их представителей, которых они считают покровителями мафии, отмывающими деньги. Одно из двух либо сразу свинтят во время поездки зарубежной, либо будут бомбить, как Югославию. Это все очень мило. Однако критерии, по которым определяются такие потенциальные жертвы нового порядка, могут быть самыми удивительными. Чувствует хотя бы нынешний скандал с Банком в Нью-Йорк. Принцип простого. Чего проверять, если хороший человек стукнул? Вот свежий пример, как работает этот самый американский принцип. Как сообщает Вашингтон-Пост, недавно младшие братья Хиллари Клинтон, Энтони и Хью Ротхэмэ, нанесли деловой визит в Грузию. Там они договорились об инвестировании 118 миллионов долларов в аджарские ореховые плантации. Братьев лично принимал глава аджарии Аслан Абашидзе с истинно кавказским радушием. Дело дошло до того, что Энтони Ротхэм стал крестным отцом внука Абашидзе. Как утверждается, обо всех этих событиях в Белом доме узнали лишь благодаря звонку неназванного представителя грузинского правительства, который сообщил, что грузинские спецслужбы подозревают Абашидзе в связях с мафией. Разъяснительную беседу с братьями поручили провести советнику президента по национальной безопасности, который объяснил, что подобный проект может бросить тень на внешнюю политику США. Ротхэмам было предписано аннулировать сделку. Заметьте, Аслан Абашидзе наиболее сильный противник Шаварнадзе в борьбе за президентство. Однако наш человек посоветовал какая-то шаварнадзеевская шестерка и готовы. Для сведения американской администрации сообщаю, вот их клиент Эдуард Шаварнадзе уж точно связан с мафией. Он, собственно, и есть мафия. На сегодняшний день практически вся в Грузии. Им это прекрасно известно. Поэтому я зря говорю, так, для общего развития, бисер перед свиньями. Грязное дело политика. Надо заметить, не только американское. Однажды Петрович влип в историю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Петрович, а я не хочу быть депутатом. Политика – грязное дело. Простая эта мысль никак не приходит в голову соискателям народной любви. Они почему-то полагают, что смогут остаться чистыми, обливая противника отборными помоями. Если вы помните, был сюжет очень милый. Немецкая Бильд написала, что Юрий Михайлович Лужков купил жеребца за 150 тысяч американских долларов. Ну, купил и купил. В конце концов, любовь к животным – это качество, безусловно, украшающая политика. Вот только что стало известно, что Лужков решил подать в суд на Бильд о защите чести, достоинства и деловой репутации. В суд на Бильд. Интересно, какой мудрец Юрию Михайловичу это присоветовал. Лужков попал. Во-первых, там же не Мосгорсуд, где он все дела выигрывает. А Бильд – это вам не моська комсомольца. Это самая массовая желтая газета в Германии. Теперь Лужкову обеспечен в Германии мощнейший пиар по полной программе. А господин Боос будет рассказывать, что это козни Кремлевской администрации. До свидания. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин